Главный звездный классический хирург Что сама себя Перед мужем она раздеться не может Яна Рудковская, я знаю, у вас была недавно Сделайте мне восьмой размер, чтобы все видели Глядя на ту же самую Аллу Пугачеву Она изменила лицо У нее проблемы со здоровьем С тем же самым сердцем А были случаи, когда спасти не удавалось Тимур, ты хирург, о котором практически нигде не встретишь Какой-то критики Сейчас накаркаешь Сейчас накаркаешь Тимур Хайдаров Пластический хирург, который помог многим российским знаменитостям Стать обладателями идеального тела В его клинике побывали Любовь Успенская, Гуара Витисян Дава и другие звезды Тимур, наконец-то ты у меня в гостях Так сложно было тебя выцепить Из твоего напряженного графика операций Ну, я с удовольствием пришел Мы постарались сделать невозможное А что невозможное? Какие-то операции пришлось На самом деле, да Нам пришлось немножко подвинуть наш операционный график Так как у нас довольно-таки он насыщенный, плотный Как вы, не знаю, знаете, не знаете, слышали Да мне рассказывали, что невозможно записаться Очередь небольшая Поэтому сегодня вот закончили поздно И приехали к вам практически в ночь сниматься с вами Тебя называют главным звездным хирургом Кто называет? Ну как, читаешь интернет, кто главный звездный пластический хирург? Тимур Хайдаров Тимур Хайдаров там Тимур Хайдаров здесь Кубики Давы Лицо Успенской Что я там только про тебя не поначиталась Как получилось у простого парня из Узбекистана Стать номер один в Москве В своей профессии? На самом деле, мне часто задают вопрос Ну как? Ну поделись этой таблеткой успеха Как же? Как же я сам ее на самом деле очень долго искал Я приехал в Москву Я думал, вот я сейчас Сейчас найду человека, который мне все это сделает В процессе того, как я это все искал Я понял, что эти таблетки не существуют Нужно просто работать, работать и еще раз работать И это само собой все в принципе получается Ну, грамотно И с душой относиться к своей работе Я безумно люблю хирургию Безумно люблю дело, которым я занимаюсь Вот И, наверное, в наше вот это такое сложное время Это стало неким феноменом Когда человек живет, любит свою работу И живет своей работой А почему стала настолько модной сейчас Пластическая хирургия? Ну, на самом деле, секрет прост Сейчас люди хотят быть успешнее Выглядеть успешнее Выглядеть красивее Быть самыми-самыми И сейчас философия поменялась на то Что нужно любить себя Вот И развиваться в этом направлении Ну, конечно, не только с точки зрения Именно с точки зрения визуала Но и духовно, и физически И так далее, и так далее Ну, вот тебе не кажется, что вообще Вот эта возможность тебя переделать Она как-то расхолаживает людей Что типа уже думают Ну, зачем мне этот фитнес, диеты Сейчас схожу, вот это Запишу, все себе отрежу Откачаю И все будет прекрасно Ну, на самом деле, это ошибочно В любом случае Поддерживать результат нужно Я всегда объясняю пациентам Вот я сейчас что сделаю с вами Грубо говоря, я вас перенесу Ваше тело Вот на, как вы были там 10-15 лет назад А дальше у вас опять выбор Прожить опять же Эти же 10-15 лет В том же режиме Также нарушая там Питание Образ жизни И опять приведете себя Но вы уже знаете К чему вы себя приведете Либо уже я вам даю Вот это тело Подтянутое Рельефное Стройное Даже иногда бывает такое Мы творим Такое, что Такого никогда не было И в молодости И в юношестве И уже тут пациент Сам принимает решение Как Для многих Это большой Такой мотивационный шаг Во-первых Человек смотрит на себя В зеркало Он начинает Сам себе нравиться Он начинает Ходить в спортзал Многие поймут Как сложно Ходить в спортзал Когда у тебя Не идеальное тело И вокруг тебя То и ходят Идеальные инструктора Фитнес-няшки Ты думаешь Пойду я опять Домой к себе Заедать свой стресс Понимаете А когда у тебя Уже тело И ты на уровне С этими людьми Ты конечно Перестаешь комплексовать И тебе начинает Нравиться Это именно Прокачка своего тела Своей внешности Но твое имя Зазвучало Именно тогда Когда появились Новости о том Что себе сделала Операцию Та или иная звезда Слушайте Ну я как отношусь К своим пациентам Для меня Вот каждая пациентка Это звезда Вот правда Каждая Неважно Это там Сургута ко мне Приехала девочка Там не знаю Из деревни Санкт-Петербурга Либо же Это наш любимый Всеми любимый Шоу-бизнес Вот Я отношусь Ко всем одинаково Но звезды Я считаю Те же люди У них есть Те же страхи У них есть Те же переживания И тут уже Это Если бы я там Правда у меня был Бутик одежды Допустим Или там Я не знаю Магазин там Автотовары Все остальное Договорился Грубо говоря С блогером Он пришел Тебя порекламировал И про тебя узнали Тут же Та же звезда Это пациент И у нее все те же страхи Как и у малоизвестного Пациента Но Ответственность еще больше Во-первых То что Если вдруг Что-то пойдет не так Это грозит его Под ударом Его карьера Понимаете Потому что все равно Наши звезды Они Это лицо Это их тело И так далее И так далее Поэтому они так же боятся Поэтому они тщательно Выбирают специалиста Они не идут Потому что у него там Классная Там не знаю Реклама Или классно он выглядит Они смотрят работы Они общаются Узнают И этот сарафан Дошел и до нашего Шоу-бизнеса А кто был первым Звездным пациентом Кто доверился Тебе? Ой Ну Первый Вы же понимаете Еще есть История какая Есть звезды Которые Как бы Дают добро Чтобы мы об этом говорили А есть звезды Которые Как бы хотят Оставить все это Инкогнато Вот Из наверное Первых Тех Кто прям Открыто Сам начал Это все Рассказывать Все Показывать Я наверное Сейчас даже Не вспомнил Я наверное Сейчас даже Не вспомню Но я тебя увидела На вечеринке У Филиппа Киркорова Когда как раз Пришел Дава Да И Дава Как раз таки Был тем звездным Клиентом Про который Заговорили все Но знаешь Было много критики Типа ну что это такое Молодой пацан Что он не может Заняться собой Сам своей фигурой Спортом Зачем он пошел И сделал себе Искусственные кубики Ну во первых Смотрите Тут очень много Но И очень много Ошибочных Вот этих Ярлыков Во первых Операция была Действительно По медицинским Показаниям Сам бы он Не справился бы Ни спортом Ни питанием Были такие изменения В организме Которые Вот именно В подкозе Жировой клетчатки Которые бы он Сам бы просто Не А что это такое Расскажи У него на самом деле Многие там Хейтят И этот У него был Такой некий Фиброз То есть Рубцовая ткань Вместе с Жировой тканью И все это Конечно же Было довольно таки Так Как вам Проискать Таким Жировым Кожевым валиком Сам бы он Никак это не убрал Ни массажами Ни какими-то Там Историями Да простит меня Дава Я немножко Расскажу Как бы об этом Он даже Недавно приходил Говорит Может покажем Да Я говорю Дава Не надо Давид Говорю Ну и так Достаточно Хейта в твою сторону Говорю Сейчас Как бы люди Увидят Это будет Ну они начнут Это везде пастить Ну это прошлый Давид Сейчас уже Другой Давид Вот По глупости По молодости Он сделал такую Процедуру Как Креолиполис Это такой Аппарат Он действительно Работает В каких-то случаях Неплохо Это то есть Холодом Этот жир Грубо говоря Пытаются Его смять Немножко Ну как Одна из побочных Кстати вы недавно Видели По моему Какая-то голливудская Модель Да Это история Вот То же самое Он попался На эту историю Слава богу Там не начался Никакой у него Там Никакие Нарушения Обмена веществ Не начались Там Жирового обмена Но Грубо говоря Этот жирок Который у него был Вместо того Чтобы уйти Он Организм отреагировал Фиброзом То есть Курцовой ткани Вот И поэтому Только хирургия В его случае То есть Он пострадал Уже от другой Какой-то Операции Косметологически Правильно Молодой парень По глупости Кто-то его затянул Да Сейчас сделаем Классно Все сделаем И сделали Но получается Тогда это Появилось Именно после того Как он обратился То есть Он все-таки Хотел Не прибегая Ни диетам Ни спортов Это первое Второе Ребят Ну кому Какое дело Ну вот Мы на самом деле Живем в настолько Демократичной стране Волосы у вас Могут быть В кучеряшках Допустим И светлого цвета И это же не осуждается То же самое И его поход к хирургу Это его жизнь Это его молодость Слушайте я расскажу Что бесит людей Да Когда звезды Выдают результат Пластических операций За то Что это вот они Сами этого достигли Диеты Спорт Есть люди Он же так не пропагандирует Он же сразу сказал Когда уже узнали Про эту операцию Подождите Он еще лежал в больнице Он уже выкладывал сториз То что он пошел На операцию Не нужно путать Да я согласен Может быть там Обманывать аудиторию Это нехорошо И устраивать Марафоны Фитнес марафоны И так далее Он же этого не делал Он сразу пришел ко мне Он сразу Сделал сториз То что он собирается В больницу Мои дорогие Чуть позже Я вообще на самом деле Не разрешаю Не важно блогеры Медийные личности Рассказывать Об операции До операции Потому что Создается некое Такое энергетическое поле Которое все равно Может Я очень верю Сильно в энергетику В Вот эту всю историю Типа Ну могут сглазить Грубо говоря Вот И что-то может пойти Немножко не так А я правильно понимаю Что рассказывать Об этой операции Он начал Потому что у вас Существовала Какая-то договоренность О том что он Тебя пиарит Вот эту операцию Это бартер какой-то Пиар Раскрутка Многие у меня спрашивают То же самое И про Гуар И про наших звезд И про вот многих-многих Говорят Ну это же Говорят по бартеру На самом деле Эти люди все Довольно-таки Состоявшиеся И состоятельные И они в состоянии Заплатить Вот На тот момент Когда они ко мне Уже все начали приходить У меня уже была очередь Там год-полтора Я был довольно-таки Успешным хирургом Понятно Не было такой популярности Не было такой известности И конечно же На интервью к Алене Блин Вот Форбс ко мне не стучались Понимаете Вот Единственная разница была Поэтому у меня Разговор в этом плане Был короткий Я вам все сделаю классно Понравится Расскажете про меня Не понравится Расскажете что не понравилось Не захотите рассказывать Это ваша история Но денежная энергетика Должна быть в наших отношениях Обязательно Сто процентов Невозможно Получить что-то Не потратив Вот это закон жизни Я считаю Вот допустим Даже то что вы здесь сидите Вы крутой интервьюер Это же не просто так Вы кучу допустим Там лет учились Вы развивались Вы там умеете общаться Вы классно там допустим Ведете Ну и куча-куча-куча-куча Все что в жизни дается Это не просто так То же самое и операция Это не волшебная палочка Во-первых На нее нужно решиться Это сколько нужно смелости Сколько нужно Как говорится Духу Чтобы пойти на операцию Лечь на стол Это первое Второе То что я всегда считаю То что Финансовой должна быть Энергетика сто процентов Иначе какие-то есть Карма забирает В общем Что-то не зажевать будет Что-то будет криво Что-то будет косо Поэтому я против А это все вот именно От энергетики кармы зависит Или все-таки от хирурга Ну и от хирурга очень много Но я хирург Который верит Вот в эту энергетику Вы понимаете У меня очень Разные люди оперируются У нас доходило до того Что там пригоняли С огромных Наших больниц Экстренных Там скорые помощи Профессуру Еще кого-то Я говорю Ребят Все за ворота Не то что за дверь клиники А даже за ворота парковки Мне говорю У нас сейчас будет Происходить волшебство Понимаете И мне вот Я даже не разрешаю Сидеть у кабинета И ждать Когда я выйду Из операционной Вы понимаете Человек переживает И когда мы находимся Рядом в одном Энергетическом поле Это может меня сбивать Ну по крайней Может быть Это какая-то чушь Но я в это верю Поэтому я говорю Вы переживаете Идите дома В кафе переживайте Не засоряйте Мне здесь мою Мой храм красоты А откуда пришла Такая философия Были какие-то случаи С глаза там Или что-то Да нет Я просто как бы люблю Я как бы изучаю Эту историю И мне нравится Вообще Это теория Энергетики Теория силы мысли И так далее Как-то же я должен Объяснить Вот такую свою популярность За короткий срок Я наверное Этого просто Очень сильно хотел И работал над этим После Давы Да Много ли парней Пришло с таким же запросом Слушайте На самом деле Давид он же пришел Тоже не Просто так Не смотрел на девочку У меня уже и был Поток определенных Пациентов Мужчин Причем разного возраста Есть и там В 26 делают Я вам скажу Есть и в 56 И в 62 делают И прекрасно себя чувствуют И многие спрашивают Зачем Ну как это Вы думаете В 62 года Не хочется Ходить красивым По пляжу Допустим Нравится женщина Или даже нравится Своей второй половинке Это же тоже Кажется Всегда хочется Быть молодым И красивым Вот Именно наверное Это одна из главных Причин Почему люди идут Соглашаются На пластические операции Вот Помимо этого Я немножко Забегу вперед Сейчас очень интересная История Вообще во всем мире Развивается Помните фильмы Когда допустим Главный герой Попивал какую-нибудь Таблеточку И там у него Мозг начинал работать Они что-то высчитывали Что-то делали Область тьмы Наверное да Может быть Я мало смотрю кино Мало смотрю Но этот момент Я почему-то помню Так вот эти все истории Это уже сегодня Не фантастика Эти истории Уже развиваются Это называется Направление в медицине Причем Это такая медицина Можно назвать ее Парамедицией Но все-таки Это медицина Это биохакинг То есть мы можем Внедряться в процессы организма И как настройки Допустим В эквалайзере звука Поднимать грубо говоря Там басы Там снижать Допустим Там тональность То же самое Можно при хорошей диагностике Потому что За вот последние века Вышло столько оборудования Которые круто диагностируют организм Мы можем диагностировать Практически все Теперь это нужно использовать Зная допустим Те или иные истории Мы их можем корректировать Например Вот у девушек С возрастом Наступает климакс Что это такое по сути По сути Это снижение Допустим Внутренних функций организма Непосредственно Гормонального фона У мужчин же бывает То же самое Тот же климакс Только мужской Понимаете Когда начинают мышцы обвисать Кожа обвисать Снижается интерес жизни Либидо Как и у женщин У мужчин снижается Так вот Благодаря этому биохакингу Мы можем Первое Улучшить качество Жизни пациентов Которое В принципе Сейчас и направленно Каждый из нас Хочет круто жить Правильно Получать удовольствие От еды Получать удовольствие От партнера Вообще радоваться краскам А это все Изнутри идет Это все наша Гормональная вот эта система Которой можно управлять Ну так после Да Это много парней Пришло Я все-таки спросила Да Мы что-то ушли туда Слушайте Идут Действительно идут Парни С таким же запросом Недавно даже был Не знаю Стилист Который работает С Гуара Витсян Где-то в сторис Пришел ко мне Говорит Хочу пресс Как удавы Это выглядело Может быть как шутка Но мы сделали ему Действительно пресс Как удавы С кубиками С грудными мышцами С плечами Плечи сделали Все сделали Насколько я понимаю С давой Не единственная Не последняя операция Да Мы планируем Еще с ним Небольшое вмешательство Вот Чтобы довести Все уже до идеала Потому что Я повторюсь У него действительно Был довольно-таки Сложный исходник Вот Это не просто Он пришел Потому что Он не хотел Там питаться Правильно Спортом заниматься На самом деле Он очень круто Поддерживает результат Кто бы что Его не хейтил Потому что Многие даже хейтили То что Вот Расстался с Ольгой Бузовой И сделал себе операцию Вот На самом деле Он уже Будучи в отношениях Записывался Узнавал У нас же есть тоже Определенная очередь Вот И Это было Это не связанные Два события Расставание с Олей И его операция А вы подружились с ним Вообще Он вам лично рассказывал Почему он вообще Решил сделать Что его может быть Ольгу не устраивало Что-то в нем Да нет У них в отношениях Было все в порядке И они Как бы Мы с ним Да действительно Очень близко общаемся Довольно-таки Хороший Светлый парень Как и все мы Старается Добиться чего-то В этой жизни И в этом Нет ничего плохого А вот Как сделать Именно вот такие Кубики Там же просто Это ювелирная работа Я смотрела на результаты Поражалась Для современному У каждого Каждого смотрящего У него не фейковые мышцы У него не фейковые мышцы Они не нарисованы Это его же мышцы То есть там нет Какого-то Импланта Импланта Нет Никаких имплантов Нет Там нет Там единственное Немножко прослойка жира Чуть больше Нежели вот допустим В этих переходах В перемычках Как и природно Все это заложено Но эти кубики Это навсегда Или это вот Если там опять Грубо говоря Начнет жрать То все Обратно вернет Нет Это конечно же Не навсегда Это нужно поддерживать Опять же Я ему вернул Грубо говоря Красивое тело Кто еще Из звездных клиентов Возвращался Слушайте На самом деле Да Это нормальная история Это как бы Я не могу сказать Что это обязательно Нужно как ТО приходить Вот Просто за один раз Не всегда мы все успеваем Или вот допустим Скоро Тоже я уже могу сказать Моя подруга И наша любимая Ирина Дубцова Она должна скоро прийти Вот Дело в том Что она умничка большая Мы немножко помогли Дали хороший толчок Она занялась питанием Спортом Она сейчас круто похудела Она уменьшилась размера Но вот ее грудь Большая Которая была У нее Она ее сейчас конечно тяготит У нее из-за этого И болит спина И вообще ее образ И ее восприятие Как ее воспринимают Все равно довольно таки Такой Широкой девочкой Поэтому всем Опять же Зрителям Кто нас смотрит Не гонитесь За большой грудью Большая грудь Это она вас будет Только бобить Старить И расширять Поэтому аккуратненькая Миниатюрная Натуральная грудь Это самое лучшее Ну вот и Яна Рудковская Я знаю у вас была недавно Тоже себе уменьшала Грудь И она Кстати Это скрывала Слушайте Ну пока с вами Пока не просочилась информация Зря Просочилась разве Конечно Ну не знаю Не знаю Яна в принципе Она очень Такой же честный человек И она с аудиторией своей Очень честная Вот Есть также Вот же люди У которых генетически Большая грудь Она в принципе Худенькая девочка Стройненькая Но генетика Так распределилась Распорядилась Что у нее действительно Была довольно таки Большая грудь Которая также давала Нагрузку на позвоночник Вот Соответственно Это же и головные боли И прострелы в руках Есть же девочки Там с седьмыми С восьмыми размерами Это очень сложно Носить большую грудь И Яна Да Одна из тех У кого генетически Большая грудь Мы ей помогли Мы уменьшили эту грудь Сделали красивую форму Вот Ну я правильно понимаю Что это И кое-что еще Но Яна об этом сама Я думаю Расскажет Я спрашиваю у нее Ну я правильно понимаю Что когда грудь уменьшают Они увеличивают Там тоже речь идет О каких-то имплантах Чтобы подержать Нет никаких имплантов Свои ткани Собственные ткани Мы удаляем часть Грубо говоря Ненужную часть Оставляем нужную часть Оставляем достаточную часть Для красивой груди Для возможности Дальнейшего кормления Обязательно Вот Ну и чтобы чувствительность Сохранялась То есть это та же Ваша грудь Только аккуратная Маленькая Она не давит И пациенты Обычно уже на следующее утро Говорят Как же мне легко У нас даже Курьезные случаи бывают Пациентка идет Такая согнувшаяся У нас очень внимательный Медперсонал Говорит Что такое Вам плохо? Она говорит Я по привычке Говорит Уже иду согнувшись У меня же как бы Уже маленькая грудь Распрямляется И дальше идет Тимур Ты хирург Которым практически Нигде не встретишь Какой-то критики Разоблачений И прочего Единственный случай Который Сейчас накаркаешь Сейчас накаркаешь Но я помню Последнее Единственное Кого критиковали нещадно Это Любу Успенскую Которая сделала себе лицо Насколько я понимаю Слушайте На самом деле Если бы вы внимательно Смотрели бы Это кстати На день рождения У Любови Залмановной Она перед камерами Показала Свою пятую точку Это я сейчас прям Цитирую Новостные блоки Мы ей сделали Красивую попу Мы сделали ей тело Вот А лицо кто делал Тогда лицо Делал не я Честное слово Делал не я Потому что критика Это была как раз В отношении лица Ну Что стало как Кукла Кто там по-моему Соседов Красивая как кукла Соседов высказывался Что это такое Вообще изуродовали Она увлеклась Слушайте ну хейтеры И как говорится умники Будут всегда Даже на Самое красивое Люди найдут До чего Как говорится До Причины И будут Она очень хорошо выглядит Но все таки лицо Вот Любы Успенской Тебе самому Нравится как ты оцениваешь Работу этого хирурга Слушайте ну опять же Повторюсь Некорректно будет Сейчас на камеру На всю страну Обсуждать Удачность Или неудачность Операции Даже из уважения К Любе Первое Второе С точки зрения Коллегиальности Я вообще не понимаю Этой истории Когда люди начинают Обсуждать там Чьи-то работы Или работы Другого хирурга Вот Но для внесения Немножко ясности Выглядит она шикарно Учитывая ее Как бы Возраст Вы же не забывайте То что Есть особенности Еще и Антропометрические Я так скажу То есть Формы Черепа Формы челюсти Понимаете Склонности Предрасположенности Генетика И куча 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 всего Интересного В медицине есть Поэтому я считаю Что все сделано Хорошо Выглядит Она прекрасна А те Кто пытается Найти Какие-то изъяны Пусть в зеркало Встанет Посмотрят Минут 30 на себя И напишут Такую о себе Аннотацию Тимур А часто Вообще хочется Предложить Самому Свои услуги Каким-то Знаменитым Женщинам Когда вы смотрите На них И вам кажется Что тут что-то Явно напортачили Слушайте Ну опять же Вернуть Это некорректно Первое Второе У меня достаточно Переделок Ко мне очень много Обращаются Именно с исправлениями Это же самая сложная Работа Самая сложная И неблагодарная Во-первых Это очень сложно После кого-то Переделать Во-первых Уже ткани Грубо говоря Не девственны Там уже было Вмешательство Хорошо Если это было Грамотное вмешательство А когда это Неграмотное вмешательство Которое привело К неудачной операции К нарушению Функционала Физиологии Это очень сложно И груз ответственности Большой И как говорится В народе Кто последний Тот и папа Понимаете Если ты взялся за пациента Ты уже как бы Несешь за это ответственность И как правило Почему говорю Неблагодарная Неблагодарная работа Это очень сложно Да Когда все идеально Все получилось Все круто Тебя конечно Пациент благотворит Если же что-то Немножко пошло не так Но объяснение тому Что действительно Был сложный случай То конечно же Как бы Начинает уже Под сомнение Твоя Профессиональность И так далее И так далее Ну а с другой стороны Не уверен Не бери Я так всегда рассуждаю Но иногда Хочешь действительно помочь Потому что приходят В отчаянии Обошли там хирургов Четыре-пять операций И все неудачно И ты понимаешь Что ты можешь помочь Но как мне помочь Тут даже вопрос не финансов Мы даже иногда С этих пациентов Но есть хирурги Которые за такие операции Переделки берут Там Не знаю Х5-х10 стоимости Я говорю Вы и так настрадались У вас так такая проблема Давайте мы просто поможем Закроем этот вопрос Бесплатно? Ну практически бесплатно У меня были истории По себестоимости Мы делали просто Там анестезию Оплатила палату Бывало Просто мы оплачиваем Как обычная первичная Там допустим Как первичная операция Не учитывая сложность Вот тут как говорится Баллы в карму Понимаете Тимур, а как сам относишься Вот к знаменитым женщинам Которые хотят изменить себя Находясь уже в преклонном возрасте Достаточно Потому что глядя Там на ту же самую Аллу Пугачеву Да, она сейчас шикарно выглядит Похудела Но нельзя не обратить внимание На то, что она изменила лицо У нее стали другие черты лица Ну слушайте, вопрос такой встречный Выглядит-то круто она Выглядит-то круто Но зная ситуацию Что у нее там Проблемы со здоровьем С тем же самым сердцем Как она вообще на это пошла Как она решилась Подождите Вы же не ее лечащий врач Откуда вы знаете ее проблемы со здоровьем И почему вы не думаете Что допустим Есть же истории Которые подготавливают пациента К пластической операции Тот же биохакинг Почему я вам про него рассказал Потому что на самом деле Вы услышите Вы вспомните мои слова Я думаю через несколько лет Это будет просто как Ну бум какой-то Это Ну чтобы народ понял Грубо говоря Чипирование Только чип красоты Чип здоровья Понимаете Возможно она прибегла И к этой истории Так вот этот Опять же мы назовем Чип красоты Вот Либо же это там пилюля Вот Которая просто Перенастраивает организм И почему же Ожирение Это же не есть норма Это нарушение Грубо говоря Некоторых функций Ну как Вследствие нарушения Пищевой культуры Питания Культуры питания Вот так вот Мы настройки Некоторые Распределяем И просто пациент Организм начинает худеть Справляться сам С этим лишним жиром Мышцы начинают расти На самом деле Звучит фантастически Но это Медицинские уже Доказано Это уже Майами Европа Израиль И Такой инсайт Небольшой Да На сегодняшний день Мы уже совместно С нашими Российскими учеными Разрабатываем Наш Наш чип Вот этот Красоты Российский Появится чип Вот видите как все Российский Ну это будет Это будет действительно круто Я действительно верю В нашу Российскую науку В наших ученых В наши Возможности И мы сделаем Для Опять же Нашего народа Этот чип Опять же Чип сейчас пойдет Это не чип Это В общем Презентация будет позже В общем Мы за здоровое поколение За здоровую нацию А есть уже запись какая-то На этот чип А уже хотим Не мы сейчас на самом деле Собираем Экспертную группу Ну грубо говоря Будем Нужно же проводить апробацию Прежде чем это В люди пустить Дать это все народу Мы собираем там 10-15 человек Как бы группу На которой будем наблюдать В течение там Полугода-году Так что если есть желание Мы можем Ну уже очередь есть Наверное А можно уточнить все-таки Вот чип это Пилюля или что это Это что будет Как это будет Это будет Вшиваться в организм В подкожжировую клетчатку И вот он постепенно Планомерно Будет грубо говоря Дозировано Дозировано Выдавать те Те вещества Я так скажу Организму Которые ему требуются Которые есть в норме Там ничего лишнего Это будет какой-то Приборчик Или вещество Нет это не приборчик Это грубо говоря Такая пилюлька Таблеточка Которая будет потихонечку Растворяться в организме И давать необходимые Просто не хочу сильно разглашаться Потому что это как бы еще такой В процессе все это разработок Вот И по процессе вот Нахождения в организме Она будет потихонечку Давать именно те Я так назову Элементы Которые в норме есть в организме Но они снижены То есть приводя их в норму А насколько это безопасно? Это безопасно 100% Ну проводились уже какие-то Вот испытания на женщины Американцы Они сейчас уже во время родов Они называют это бьюти-роды Во время родов Бьюти-роды Да-да-да-да Бьюти-роды То есть сейчас уже в Майами Допустим При родах их называют бьюти-роды Сразу вшивают эту пилюлечку А в какое место? Да в любое место Обычно можно в какую-нибудь Там естественную складку Чтобы не было видно Все же противники Или когда при кесаре Ну в общем Ее внедрили И что это дает? Первое Быстрое восстановление после родов И вы видите Когда она недавно только родила Уже идет такая Стройненькая Знойная красавица С красивыми ягодицами С практически отсутствием Избытков подкожжировой клетчатки Это вау-эффект И мы это называем Такое Радикальная красота А мы хотим еще немножко Дальше шагнуть Радикальное здоровье Для начала мы Попробуем Ну не то что мы попробуем Это в мире уже Говорю же Это история уже не новшества Биохакинг Мы конечно сначала будем Работать Тестировать Нет Да Тестировать и развиваться В направлении А Красоты и здоровья А вы же понимаете Если дальше это развивать То же мы можем Допустим Воздействовать и на мозг И допустим Там чтобы У человека Под ним повышалась Там усидчивость Принятие информации Анализ информации И так далее И так далее И так далее Может быть вообще Мы придем К долголетию Но самое главное Мы придем К счастливой жизни Пациента Человека Вот допустим Представьте Там мужчина После 45 И после 50 лет В любом случае Наступает Некая там Эректильная слабость То есть Ну либидо Влечение И так далее И грубо говоря Там он до Не знаю 70-80 лет Он будет жить И уже как бы Без Без этого чувства Влечения Допустим Или там Интереса к женщинам А мы добавляем Это понимаете И он уже Такой Тигр Понимаете Который любит Свою жену Который активный Понимаете Которому не нужно Там спать По 12 часов Он там спит 6 часов У нее Робот Да зачем робот Вы же понимаете Что наш организм До сих пор Не изучен на 100% Какие у нашего Организма Есть потенциал Понимаете И плюс Учитывая Вот я вам опять же Говорю забегу вперед Что происходит Сейчас в мире Сейчас Самая главная Ценность Это что Это здоровье Коронавирус Нам хорошо Об этом напомнил Он показал всем Не важно Сколько у тебя денег Какой у тебя Социальный статус Вообще Кто ты такой Кого ты знаешь Перед Как говорится Коронавирусом Все равны И мы потеряли Очень много людей Которые были И состоятельные Были как грубо говоря И умные И так далее И так далее И на сегодняшний день Здоровье Это самое главное И на самом И вот Эта История Мне кажется Поможет Сделать не только Красивыми Но и здоровыми Нашу Нашу Плюс Это еще будет Производиться В России Понимаете И можно сказать Что ты будешь Хедлайнером Этого чипа здоровья Ну как сказать Нет Я это же не придумал Понимаете Я буду просто Доносить это до людей Показывать Я один Это будет команда Специалистов А стоимость Этого чипа Красоты Слушайте На самом деле Это будет Не так дорого Тем более Если это мы У нас получится Ну как не так дорого Хотя бы какой-то Ценовой диапазон Что это Слушайте Ну если мы скажем В районе там 100-200 тысяч рублей Но для кого-то Это копейки А для обычных людей Которые получают Зарплату 30 тысяч Ну это на этапе Подождите Это на этапе Наша цель будет Оптимизировать настолько Чтобы это дошло Допустим И где-нибудь там Не знаю Пенсионерка Образно говоря Из Воронежа Или Липецка Или Челябинска Там за 100 долларов Могла это сделать Грубо говоря Там 5-10 тысяч рублей Это же будет круто Тогда все будут Молодыми Здоровыми Так это же хорошо И будут жить до 100 лет Ну это прекрасно И откуда деньги потом На пенсии Которые всем платить Нужно будет Вы начинаете думать Что это наоборот Будет работать много люди Будут наоборот Приносить больше пользы До скольки лет Женщине Можно делать Пластические операции Вот если речь идет Уже о возрасте 70-75-80 Слушайте Ну 80 лет Я бы наверное Уже не брал бы на операцию Вот Но тут Возраст Это же всего лишь Цифра в паспорте Вы же понимаете Все зависит Первое От состояния здоровья И от внутреннего состояния Человека Как говорил мой один Хороший друг Душа не стареет Понимаете Организм Да Тело Да Но тут опять же анализы Мы сдаем обследование Сдаем анализы Если нет противопоказаний К общей анестезии Нет противопоказаний К оперативному вмешательству Почему нет У меня наверное Самая взрослая пациентка Если брать девочек 70 по-моему 2 или 74 года Может Валу Пугачеву тайное Переход Нет И самое интересное Я когда спросил Ну Зачем Говорю Ну может Может не надо Говорю Да подождите Говорит Я когда танцую в ансамбле Говорит У меня Говорит Вот здесь рука трясется Вы понимаете Человек Ключевое слово Танцую в ансамбле Понимаете В 74 В 75 Сейчас не вспомню Вот И я только Восхищаюсь Такими людьми Но тут разговор Больше даже О вмешательстве в лицо Когда эти лица Вот этих женщин Там Вот сколько взять Знаменитых Каких-то звезд Та же самая Гурченко Царство и небес Что они доводили себя Просто до Неузнаваемости До неузнаваемости Ну Это с чем связано Первое Я не хочу Никого опять же Обвинять Никого обижать Но Все равно Тут Откуда Говорится Растут ноги Или руки Не совсем Качественное Оказание услуг Вот Методики Опять же технологии То что есть сейчас Какие методики И технологии Этого не было 15 лет назад Это не было 20 лет назад Понимаете Вот Поэтому это было Настолько Трэшово Настолько это было Прям видно Сейчас же все стараются Быть больше за натуральность Сейчас немножко Меняется вся эта История За натуральность Это вы говорите Кому очередь На Груди И попы Так при этом Ко мне не приходят Не говорят Сделайте мне там Допустим Восьмой размер Что все видели Сделайте мне аккуратную Там красивую грудь Верните мне ее После беременности После кормления Трех понимаете Когда мышцы разошлись У него такой животик И понятно Она стесняется Не то что Там Сама себя И перед мужем Она раздеться не может А муж же это тоже чувствует Что нет сексуальной энергетики Он начинает ее искать На стороне И так рушатся семьи Понимаете Но глядя на ролики Которые ты выкладываешь У себя в инстаграме Вот это вот просто знаменитое Посмотрите Какая красота У нас получилась Я надеюсь Девочка будет довольна Привет мои дорогие Мы закончили операцию И вот такая вот Красота у нас получилась Да-да-да Из вот такого вот исходника Уверен Девочка будет Довольна Уверен Девочка будет довольна И ты смотришь на эти тела Этих девушек И я сомневаюсь Что они прям после родов Или какие-то возрастные Там все как на подбор Просто красотки После После Ну а до А до посмотрите Тут же вопрос До и после Я показываю специально Это наверное может быть Благодаря этому У меня так как бы Выросла популярность в инстаграме Потому что это такой вау Вау эффект Я почему это все говорю Я действительно говорю Это от чистого сердца Я действительно кайфую Сам то что я вижу Когда пришла ко мне Там девочка с большим животом Не важно она после родов Или она просто Там не следит за питанием И на столе уже Или там через полгода У нее кубики Кому какое дело Кюню кубики Вот если бы я вам это не показал Она бы завтра Жила бы у себя Там не знаю В Подмосковье Там не знаю В Санкт-Петербурге Ходила бы Получала удовольствие От своего тела Вам что от этого Хуже что ли Нет А у меня как бы Мало хейтеров в инстаграме Но есть тоже Вот ПП Лучше спорт Иногда действительно Там не справится Никакой спорт Когда разошлись мышцы Там только хирургия Но если мы заодно Убрали ей жирка И ушили там грыжу И добавили это все В попу И подтянули грудь И просто сделали Из девочки Вау Такой эффект И конечно же Ее уже будут На нее будут обращать внимание Ее будут хотеть Противоположный пол Что в этом плохого Мы дали ей Грубо говоря Такую перезарядку Перезагрузку Вот И она просто летит Плывет Вы же понимаете И все эту энергетику Чувствуют Когда человек уверен в себе Когда он кайфует От своего же Отражения А вот Тимур Твои пациентки Кайфуют от того Что их тела Оказываются У тебя в инстаграме И чего там Только не понасмотришься Есть кто-то Кто Принципиально возражает Против того Чтобы их тело выставляли Даже без Вот как Выкладывается без лица Но все равно Очень редко Есть такие люди Ну как бы Это их право Потому что мы со всех Берем письменное согласие Но опять же говорю Разные уровни Разные Есть люди Которых вообще Как бы нельзя Даже они Нам запрещают Даже фотографировать до Но мы все равно Фотографируем Потому что для нас Это медицинская Для медицинской документации Нам нужно архивирование до Вот Я вам больше скажу Многие пациенты Мне пишут Или через ассистент Так А почему он меня не выложил Почему я сегодня Сторид с тебя не увидела Наверное там что-то не то Или наверное я ему не понравилась Насколько люди уже доверяют Ну вот Тимуру Хайдарова Понимаете И для них Многие просят Почему меня не выкладываете Выложите Или там Через 6 месяцев Отправляют видео Вот доктор спасибо Поделитесь этим Понимаете Это Но я слышала только что За то чтобы Вот если тебя выкладывает Пластический хирург То он скидку дает За это Нет Я вас прошу Скидки бывают где Вот давайте логически подумаем Хороший телевизор будет со скидкой продавать Конечно нет Либо он Прошлогодней комплектации Либо его стукнул какой-нибудь Грузчик Либо там Магазин нужно просто скинуть Этот товар Потому что он просрочен То же самое То же самое и там С продуктами Я свой считаю Товар Как сказать Ну Может такие будут слова Это бренд Это Высшего качества Я вкладываю В это все Во-первых Годы обучения Годы инвестиций Я все что зарабатывал Я все вкладывал в себя Чтобы Довести Свои результаты До того момента Чтобы я сам кайфовал От них Потому что Если мне не нравится результат Я не буду этого делать Действительно Да Это не шутка Есть накидка Вот Если вы хотите попасть пораньше Вот То вы там допустим Нам предлагают раз Мы готовы заплатить двойную цену Мы готовы заплатить тройную цену Там Самые крутые случаи были там Дестерную цену Понимаете Чтобы просто попасть Какие скидки О чем вы говорите У меня правда Действительно болит душа Когда там пациенты Не могут ко мне попасть И там Очередь на два года Я просто себя ставлю на место На два года Очередь 24 год сейчас Начал расписываться Сейчас на дворе 21 Правда мне дико Я понимаю всех девушек Вам нужно вчера Не то что А как это они записываются На 24 Вот ей нужна грудь Там сейчас Она что будет ждать До 24 года Ну либо она идет К другому врачу Либо она вот Она хочет попасть Ко мне она ждет С грудью у нас попроще Это примерно там 6-8 месяцев ожидания Но с телом Так как я в день Не беру больше одной Максимум две Именно вот Работы с телом Потому что это довольно-таки Сложно И энергозатратно И эмоционально затратно Вы правильно сказать Ты вытачиваешь Каждую линию Каждую точку Чтоб это не было Я такое выражение скажу Топорянское Понимаете Чтоб это не было Топором ее вырубили И вот вы говорите Мы видели много хирургов А я правильно понимаю Тимур Что ты на каждой операции Обязательно присутствуешь Или ты все-таки Делегируешь Да нет Ну как Если пациент Пошел ко мне Я просто не имею Права делегировать Это будет Какая-то Ну подмена Не знаю То есть все люди Которые обратились В твою клинику Ко мне Да Не ко мне Не к клинику А ко мне Если они обратились ко мне Если у них Оперующий доктор Я конечно же Понятное дело Что я не один Я просто физически Это медицина У нас работает команда Я не могу дать наркоз Я не могу сделать И укол Сам в вену попасть Я не могу выполнять У меня есть допустим Целая команда И вокруг вас Вы можете понять Что работает там Около там 7-10 человек И вы находитесь Как ну не знаю В самолете первого класса Касаемой безопасности Или там В С-классе Майбахи Понимаете Вы знаете То что У вас идет Полный мониторинг Вашего организма Ваших всех органов систем Вплоть до того И вот я сейчас Всем пропагандирую Это как бы Я знаю что Очень много хирургов Очень много клиников Специалистов На меня подписаны И они мониторят Они Ну многие хотят Повторить этот успех Ага И они не понимают В чем же Они пытаются Просто все копировать Даже вот эта вот Такая вот красота получилась Это уже ушло в народ Это кто-то копирует Да конечно Вы что Многие хирурги И мне там пишут Вот он использует Я говорю Да пусть использует Русский язык Не я же придумал Если ему это нравится И нравится его пациентам Да пожалуйста И очень много в сторис Такой истории Вот Поэтому И вот что я пропагандирую У нас допустим Даже есть Грубо говоря ЭКГ мозга То есть определение Глубины анестезии Во время операции Многие же боятся Проснуться во время операции Да Это прям мне кажется Самый адский трэш Тем более был фильм Такой наркоз После этого Прям очень такой страх Так вот этот прибор Он показывает Глубину анестезии Но мы должны идти В ногу со временем У нас у каждого Сенсорные телефоны Там андроиды Айфоны Так то же самое и в хирургии должно быть И в медицине должно быть Мы должны пользоваться Вот этими всеми новшествами Поэтому У нас Безопасность на первом месте Вот мы заговорили Про конкурентов И мне очень интересно А строят ли козни Какие-то конкуренты Тебе? Слушайте На самом деле Может и пытаются Строят Наверное У меня очень долго В прошлом году Или позапрошлом году На меня был такой заказ В плане инстаграма Мне просто его блокировали Блокировали Удаляли Там мы только откроем Три минуты Я не успевал Сторис выложить Меня просто банили А как ты понял Что это заказ? Ну это же понятно Что это заказ Есть люди же Кто блокирует И кто разблокирует И он говорит Это заказ 100% Потому что вот мы открыли все И тут сыпется просто Не знаю 20 тысяч жалоб В минуту Но это же нереально Я же не Никакой Бен Ладен Понимаете? Даже мне кажется На Бен Ладен Так бы не жаловалась Вот Это действительно был заказ Люди думали Что вот Суть Как бы фишка В его инстаграме Я говорю Заберите у меня инстаграм Я открою себе новый Я просто покажу Что я делаю И люди снова пойдут ко мне Вы не понимаете что ли? И вот допустим Я считаю Что конкуренция Она есть Она немножко грязная Но я считаю Что я вне конкуренции Я не хочу с ними конкурировать Я им говорю Ребят Зачем конкурировать Друг с другом С собой конкурируйте Вот я стараюсь Делать круче операцию Лучше чем я сам делал вчера И я расту Расту Именно над своими работами Над своими результатами Мне это что не нравится Начинаю думать что не так И делайте просто круче Делайте лучше И люди к вам пойдут И вот этот хейт был Тоже с этим инстаграмом Но они не понимают Они делают еще лучше мне Во-первых Они делают меня сильнее Отдавать свою негативную энергетику А во-вторых Я получил синюю галочку Благодаря этому Понимаете? Вот они на меня бомбили 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 Я почти может месяца три Был без инстаграма А появились догадки какие-то? Кто это мог быть? А зачем мне это нужно? Ну как? Очень интересно Кто тебя заказал? Кто так недоволен? Ущербный Его так наказала жизнь Понимаете? Что настолько он ущербный Настолько ему плохо Сидится Что я не даю ему покоя Но пусть дальше Он и в своем болоте и живет Зачем я буду его искать там? Или там наказывать Или там что-то В ответ какой-то пускать Эту волну Негатива Которую он пустил в меня Оно к нему вернулось А я дальше расту И развиваюсь Понимаете? Я просто заметила Что когда ты появился Да Ну Какой-то не знаю Год прошел Или два года назад То в принципе Поле В этом мире Пластических хирургов В Москве Это было по большому счету Не занято Там был кто? Кого мы можем вспомнить? Андрей Искорнева И еще там парочка фамилий Вот какая была реакция Именно на тебя Когда вот ты так Мощно зашел И ты просто сейчас Куда ни плюнь Куда ни посмотри Слушайте Ну на самом деле Какая реакция? Первый раз конечно Сначала типа Кто это? Что это вообще? Что за там узбек Какой-то появился Тут ты Ха-ха-хи-хи Иди отсюда Понимаете? И это тоже дает А был кто-то Кто прямо так говорил? Да нет Ну в лицо Кто скажет? Во-первых Я от этого не позволю Я все равно человек Я мужчина Я довольно-таки Вспыльчивый Горячий Это как минимум будет Небезопасно Для друга Для нас Вот Но я понимал Что это люди Разговоры ходят Слухи же такая история И конечно Многие не воспринимали Сначала Не воспринимали Потом смеялись Потом начали присматриваться Вот А сейчас дружить хотят Понимаете? Только мне это уже не нужно Коллеги Да Да Мы сейчас о коллегах и говорим Вот Ну касаемо Вы ошибаетесь Конечно И два года назад И пять лет назад Были Там Определенные Определенные фамилии Очень много сейчас Молодых врачей И это радует Которые стремятся И они услышат И то что Мне нет интереса Допустим Всех путать Чтобы я остался один Я всех сам не прооперирую Я им объясняю Ребят Я наоборот показываю То что Хирургия может быть крутой Безопасной И с хорошими результатами Так наоборот Вы мне спасибо должны говорить То что Я грубо говоря Людям это показываю И они как бы Ну Я не могу назвать это агитацией Ну Каком-то Каком-то Я просто открываю им глаза Я всех не смогу прооперировать Ни физически Ни по-другому Они все равно пойдут к вам Просто вы подготовьтесь к этому И это вам же плюс большой Вот Поэтому Конкуренция есть И не всегда она Такая хорошая Но были какие-то случаи Когда нам пришлось Какие-то применять ресурсы Не знали Что с кем-то разбираться Ну с кем А с кем разбираться Я вас прошу И что Я просто иду Я знаю Что я честен Я чист Перед своими пациентами Я никогда их не футболю Никогда Я понимаю то что Это для меня там 75 Грудей в месяц Для нее это Это одна грудь И как я ее оставлю Понимаете Поэтому я всегда стараюсь Довести все до Финального Какого-то Разумного заключения Но тоже в рамках Если пациент понимает Это Если он не хамит Если он там не начинает Переходить на какие-то Рамки Я к тому Что пациенты Они ходят По плюс-минус По одному кругу И они рассказывают Кто что говорит Кто там что придумывает Кто что это слышит И смешно Но это было бы глупо Если я каждому звонил бы Вызывал бы И разбирался бы Зачем Ну вот я заметила Такую деталь Когда я сама Села там погуглить Как обычно Знаешь Когда садится там Та же самая женщина Твоя потенциальная пациентка Посмотреть отзывы Да И вот ты сидишь И гуглишь И так И всякие разоблачения И что-то Какие-то слова Не забиваешь Чтобы посмотреть Есть ли какие-то Отрицательные отзывы Не может быть Все это хорошо Вот про тебя Я не нашла Ни одного Слушайте Ну вы наверное Плохо искали Есть все-таки Ну конечно Я же не знаю Не какой-то там Спустившийся Когда бы вот кого-то изуродовали Кто-то умер Нет Вы можете найти Там вот обещал Там не знаю Три с половиной А получилось три Или там вот Пришла на переделку Там где-то шовчик Но это мелочи Это медицина Я всегда контактен Приходи Я займусь любимым делом Мы просто договоримся Я всегда объясняю Я же вас не с улицы поймал Вы же сами ко мне пришли То есть хлопок у нас Из двух рук Также эту проблему Мы должны решать вот так вот Вот Есть истории Там негативные Какие-то такие Я знаю просто Что многие хирурги Они подчищают Эти отзывы Я этим тоже не занимаюсь Но это тоже неправильно И я правда Очень ревностно отношусь Не ревностно А вот очень серьезно Отношу своей репутацией Во-первых Мне очень Не потому что Это репутация И там это допустим Работа Я сам по себе Очень близко к сердцу Допустим Оцениваю Вот эти результаты Своих работ Если что-то не нравится Пациенту Что-то не нравится мне Я действительно очень сильно переживаю Очень сильно переживаю Поэтому я отказался напрочь От ринопластик Это операция направлена На коррекцию носа Это мировая статистика То что 70% Это переделки Это неудачные работы Это в мире такое Ну я с таким процентом Жить бы не смог Правда Ну Для меня это сложно То есть ринопластику У тебя сделать нельзя Я не делаю Да Я потому что Ну мне не нравятся Результаты работ Моих же Как я это могу делать Против себя Я не могу идти Я всегда говорю Операция это такое Как я ее сравниваю С каким-то таким волшебным актом И должно быть все По обоюдному желанию Пациент должен быть уверен На 100% Он должен идти без сомнения Если я вижу Что пациент сомневается Перед операцией Я делаю все Чтобы он отказался Я говорю Может не надо Может зачем В смысле И они все ждут Что я буду сейчас их уговаривать Я говорю Нет Лучше операции Это не сделанная операция Идите Подумайте Пообщайтесь там с мужем Посмотрите еще раз На себя в зеркало И стараюсь отправлять Я считаю Что я должен быть На легке Я должен быть уверен На 1000% Что будет круто И пациент должен быть Уверен во мне Что будет круто Тимур Вопрос Да О самом интересном Да Нижняя планка Сколько стоит попасть К Тимуру Хайдарову Пух Слушайте Попасть можно и бесплатно Ко мне Пообщаться Я до последнего Время консультировал Бесплатно Правда Бесплатно Мне все говорили Что ты делаешь Зачем Мы сейчас ввели Просто уже Определенный Такую сумму Номинальную Во первых Это в день По 40 консультаций Я уже начал Немножко и физически Мне же еще оперировать После этого все нужно И плюс Начали люди приходить Просто поболтать Там Оперироваться В принципе Они не хотят Они просто Как бы говорят Тратят Мое время Которое я уделил бы Человеку Которому действительно нужно Вот Поэтому мы сделали Сколько стоит консультация Сейчас консультация Вот стоила 5 тысяч рублей Сейчас она стоит 10 тысяч рублей Без какой суммы Не стоит даже пытаться Вот попасть к тебе Если речь идет Допустим Возьмем липосакции Те же самые Возьмем грудь Может быть Ну грудь Ну у нас тоже Цена очень демократическая Там в районе 400 тысяч рублей Мне очень интересно Как простой вот парень Который жил в Узбекистане Потом переехал Я так понимаю В Воронеже Да Работал простым Кальянщиком Даже я читала Кальянщиком Это была такая история Подрабатывал Это подработка была Но представьте Вы приехали в Москву Сейчас у меня Не знаю Многие кто помнит Давай сначала Вот ты родился В Узбекистане В какой семье Я родился в Узбекистане В довольно-таки Обычной семье У меня мама Врач-хирург Вот сейчас подумают А он из медицинской семьи Ну чтобы вы понимали Мама у меня 40 лет проработала В экстренной хирургии То есть это Там ножевые ранения Пулевые ранения Все вот такое В общем Срочная помощь Пациентам Которых привозят По скорой помощи Вот Отец у нас инженер Как мама рассказывала Опять же Как бы он с нами Особо не жил Вот Мама так что сама Меня и брата Одна поднимала Одна поднимала Воспитывала Отец так приезжал Периодически Вот Закончил я школу Мама говорит Куда дальше Пойдешь по моему Потому что брат ни в какую Он ушел в юриспруденцию Пошел учиться На юриста Я говорю Мам Ну медицина так медицина Вот И я пошел учиться В медицинский институт В нашем городе его не было То есть я там В 16-17 лет Закончил 11 классов И собрал сумочку И поехал в другой город Там Самарканд Километров 200 Наверное Вот И поступил В медицинский институт Закончил его Наверное На курсе Наверное Да не на курсе Наверное Я уже наверное В ординатуре По хирургии Понял вообще Куда я попал Институт шел Как бы да Учился Я схватывал очень быстро Я где-то что-то мог прочитать И как бы У меня голова работала хорошо Вот Но то что Кайф медицины Я понял только в ординатуре После окончания Не серьезно Это как бы не герои Это не Не рыцари Понимаете Это так Мы так раньше думали Действительно так Вот Мы чтобы У нас была кровь Гной И извините за выражение Но Потому что это там Перфорации желудка Там Ножевые ранения Там Заворот кишок Те же аппендициты Там какие-то Воспалительные процессы В брюшной полости Вот Это ты разрезал Раскрыл И ты спасаешь человека Онкология Там Когда нужно было Там непроходимости Острокишечные И мы как бы Считали себя Вот такими Я так и сейчас считаю Что действительно Это героизм Это ты Ночью Не важно Три часа ночи Четыре часа ночи Не важно Ты там Днем ты отдохнул Или ты весь день оперировал Ты идешь на приемный покой Смотришь пациента Ты там уже принимаешь решение Ты не можешь сказать Утром приходите Утром все будут Мы решим Нет Ты принимаешь решение Либо ты его берешь сейчас на операцию И спасающему жизнь Либо пациент просто может уметь А были случаи Когда спасти не удавалось? Слушайте Я очень мало их помню На самом деле Вот таких прям ярких Именно в моей практике Моих пациентов Почему все-таки в пластику ты ушел? Так вот Я же закончил Ординатуру И у меня были Я довольно хорошо оперировал И в общей хирургии И у меня уже был хороший Там допустим Кейс и знаний И навыков Вот И была возможность Остаться в Киеве Работать Но Я чуть-чуть Опять раз Я мало рассказал про свою маму Я очень ее люблю Очень уважаю И я довольно-таки поздний ребенок Мама меня родила В 39 или 40 лет Ей сейчас 72 года Вот Она меня в принципе Во всем поддерживает Чтобы вы понимали На первый курс В институте Она поехала со мной За ручку Грубо говоря Показала Где деканат Где что И кстати Очень знаковая была история Моего поступления Вообще в медицину Я Не знаю 2-3 месяца У нас там были Не ЕГЭ Были экзамены 2-3 месяца Там позанимался Русской литературой Биологией Химия И пошел Говорю Пройду Пойду в медицину Не пройду Пойду куда-нибудь В другое место Думаю Я там В принципе И так получилось У нас Так я учился В Узбекистане Был Европоток Он назывался Это русскоязычная группа На него набирали Там 20 человек Вот И я нашел Все в списке Я 25 Ну все Не поступил Получается Ну значит Не судьба Говорю Что-нибудь Другое место Куда-нибудь Пойдем поступать И оказывается То что Добавили еще 5 мест Я оказался 25 И вот прям Последний Проходной Да Я был Кстати Почти там Самый младший У себя В группе В институте Вот И после Киева Мама говорит Возвращайся Ну зачем тебе Давай сюда Говорит Я ну окей Говорю хорошо Говорю мам Конечно без проблем Я вернулся Устроился в больницу Где мама раньше работала Но она потом Перешла в другую Устроился там В принципе Все неплохо Меня там И коллеги уважали И давали оперировать Потому что Как вы знаете Дедовщина есть везде Вот И молодой врач Если приходит Он сидит Только там На истории болезни Я говорю Не ребята У нас так не пройдет Я уважаю Ровно тех Кто Крутой в операцион Идем в операционную Ты круто показываешь Да Если ты круче меня Я буду тебе писать историю Вот Возраст Это круто В автобусе В метро Там В магазине Я тебе уступлю место Говорю Открою дверь Уважу твой возраст Но в медицине Такого нет И у меня до сих пор Такой же принцип Я уважаю Как бы Да Буду уважать И там Преклоняться Только перед тем Кто круче меня будет Именно руками Делать в операцион Или результаты Показывать Вот И я был В хорошем счету В этой же больнице Было очень круто Знаете Эти моменты Такого Даже Я не знаю Назвать Дежавю Или нет Дело в том Что я будучи ребенком Там в 7 лет В 8 лет Там даже Или в 5 лет После садика После школы Заходил к маме на работу И так получилось Я практически работал В этой ординаторской В этом отделении Это было 2 отделения Где я провел Почти все детство Летом я к ней приходил Я вот садился Мне раскраски давали Я помню этих врачей Они в белых халатах Я на них всех смотрю Они такие серьезные Что-то там шутят Что-то смеются Какие-то серьезные дела решают И я вспоминаю Этих же врачей Они как бы стали старше Вот Я был конечно ребенком И я с ними уже коллега Понимаете Вот Насколько Насколько было Это все интересно Потом Я в так вкратце Быстро пробегусь Я познакомился с девушкой Она переехала В Воронеж Я за ней Все были против Чтобы я переезжал Типа зачем У тебя все здесь есть Я говорю Ну нет Переехал Начались вопросы И проблемы С поиском работы Я же думал Я такой классный доктор Я оперирую там Грыжи, аппенициты И так далее Я столкнулся с проблемой Что я не мог устроиться Просто по профессии Время как бы Месяц, два, три Что приходилось делать В этот момент Когда не было работы Слушайте Я как бы приехал С определенной суммой денег Так получилось Что я немножко отложил Я начал Я понял Что как бы У меня еще вопрос Какой был Я же все равно иностранец Паспорт Я пока еще не получил И документы об образовании У меня были же Узбекские И украинские Мне нужно было Все по законодательству Сначала пройти Рособранадзор И Росздравнадзор Это занимает тоже Тридцать рабочих дней Соответственно Я сначала отправил Документы в одно Учреждение То есть Рособранадзор Они должны были подтвердить Что мой диплом Он легальный Они дают запрос В страну Где его получили А потом уже Росздравнадзор Дает добро На осуществление Медицинской деятельности И это тот же был фактор Почему я тоже Не мог устроиться Куда-то В эти моменты Что было делать Я до сих пор помню Я на один день Устроился в Тануке Официантом Представляете Я начал искать Как бы работу Вакансии В Воронеже Чтобы вы понимали Не так тоже Все просто с работой Я вышел Один день Постажироваться Я понял Что вот эти Унаги-маги И там Все остальное Это сейчас Я как бы Это еще кушаю Я примерно Это разбираюсь И понимаю Тогда парень из Убегистана Который из меню знает Плов, самса, шашлык И там Ну украинский борщ И все остальное Как бы Китайская, японская Кухня у меня была Совсем Я понял Что я не выучу Никогда это И мне это не надо Значит было Я это бросил Вот Потом мне повезло Я просто открыл Гугл Список частных клиник И начал просто Каждую обзвонить Вам нужен хирург Вам нужен хирург Нам нужен хирург И попал на клинику И сказали Ну приходите Пообщаемся Я пришел Я объяснил ситуацию Говорю Вот у меня уже есть Рособранадзор Вот у меня уже Росздравнадзор Я как бы Этот Говорит Ну давайте мы вас возьмем Говорит У нас это Сеть клиник Воронеж Чтобы вы понимали Сеть клиник Для Воронежа Это вот Дом Жилой дом Первый этаж Открыли Капарнинский кабинет Это уже сеть И вот так в домах И в одном из таких Был свободный кабинет Мне предложили Как бы Давайте там Хирурги будем Развивать Ну давайте В общем Там Вросший ноготь Фурункул И все такое После вот большой хирургии Мне пришлось спуститься Как бы Ну на уровень Этот уровень На поликлинический уровень Плюс до обеда У них в клинике Проводили профосмотры Это Для медкнижек Вы знаете Чтобы работать Где-то в сфере Нужна медкнижка И вот я там сидел Как врач И проводил осмотры По 30 рублей С человека И в день проходили Там всякие заводы Рабочие Там по 40 человек По 30 человек Вот И Так вот я Первое время работал Я знал Что там есть Пластические хирурги Я приходил к ним Говорю Ребят Говорю Может возьмете меня На третьей руке Я как бы Из хирургии Я не 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 парень Иди у тебя Тебе ничего не получится У нас тут все Все схвачено Все это Вот И долгое время Как бы Не долгое время Я сейчас точно Не скажу Я вот работал В такое направлении До обеда Я был на профосмотрах После обеда Я ехал туда И в месяц У меня выходило Там заработок 7-10 тысяч рублей В месяц Это в каком году Это 2014 год Я приехал 7-10 тысяч рублей В 2014 году Да И при этом Мне еще 100 долларов Отправлялись дома Вот Поддерживали меня И мне хватало Там снимать Квартиру Вот И что-то На что-то На какое-то питание И все остальное И моменты были У меня есть брат родной Он мне уже звонит Как бы Тим говорит Ну Если там что-то не получается Ты возвращайся Говорит А вы не представляете Насколько хотелось Все бросить И вернуться До слез было Я как бы Мы часто общаемся С мамой По видеосвязи И правда Хотелось Чтоб она Когда-то в Киеве Сказала Сынок Возвращайся Типа Ну не надо там Оставаться Возвращайся домой И я прям ждал Этого Чтоб она это сказала Может хоть как-то Как бы не знаю Оправдать Хотелось сдаться Правда Было дико Обидно Было дико Тяжело После того Как ты уже Что-то в жизни стоишь Что-то ты считаешь Что-то ты стоишь Что-то ты умеешь И ты там Не знаю Поговоря там Ты уже лично раз Не едешь Там на автобусе Знаешь Дай-ка пройду Там три остановки Понимаете Меня вызывает клиника Спрашивает Типа Тимур Хочешь Будешь пластическим хирургом Я говорю Блин Конечно хочу Мне хоть что-то уже А мы говорим Мы наших уволили Нам нужен теперь хирург Говорит Узнавай Где можно обучиться Я понятно Москву Все промониторил Нашел Мне говорят Вот это последний поезд Пятимесячные курсы А дальше будет Двугодичная аринатура То есть Я понимал Двугодичная аринатура Я просто не потяну Там уже и контракт другой Нужно два года быть студентом Вот Возвращаюсь Говорю Вот нашел На меня тоже так посмотрели Говорит Нет Ты молодой Говорит Ты наверное не потянешь Говорит Мы уже нашли там Взрослых дядек Которые справятся С этим вопросом И мы их отправим Обучиться Я сижу Я понимаю Ну что делать Блин Я же не отдам Свою судьбу Почему я должен Свою судьбу отдать В руки этой женщины Этой владелец Сити клиник Я посмотрел Там у меня на кармане Осталось там То ли 30 То ли 40 тысяч Я им перезвоню Говорит Так и так Кстати классный Классный дядька Ганшин такой Он декан В РУДН Пластической хирургии Я ему звоню Говорит Я ему чужой человек Говорит Молодой человек Если вы сильно хотите Попасть в эту сферу Говорит Вам нужно приезжать Сейчас подавать документы Я говорю Можно по частям Деньги давать Он говорит Можно Я приехал Сдал документы Заплатил 20 тысяч Там контракт был То ли 140 То ли 150 тысяч Я понимал Что мне нужно работать В Москве Зарабатывать на себя На жизнь И платить Оплачивать Это обучение Я думал Сейчас все там Устроюсь тоже по медицине Тоже самое Везде от ворот по ворот Думал Пойду в аптеку Ну как бы Ну мне было Немножко Правда Стыдно Идти в сферу услуг После того Как я был доктором И ребята С моего города Из моего маленького Города Новои Откуда я родом Они на этот период времени Здесь занимались В сфере кальян И они говорят Тимур Поверь нам Пошли Эта сфера Да она непростая Но там бывают Чаевые То есть такие деньги Которые ты можешь Заработать За один вечер И заплатить сразу контракт Ну это понятно Это там Мы сами понимаем Это разные уровни ресторана Типа Эрвина Типа Марани На Кутузе Вот И так далее И так далее И вот я пошел В кальянную Вот Кстати Стажировка у меня была Вот На Кутузовском Ресторан Тогда Марани Был очень модный Он и сейчас есть Вот Просто сейчас Эрвин более модный Модней стал И там я стажировался Два дня обучался Я помню Как раз мама звонит По видео Типа что делаешь А мне так стыдно было Рассказать То что я пошел в кальян И у мамы сердце схватит Типа ну что люди скажут Работал тут хирургом Все бросил Уехал в Россию И работает кальянщик Вот И я тут прям помню И кстати Первые гости Это были Егор Крит И Джиган Так ты в блатном месте Просто Ты в блатное место попал Да это стажировка была Два дня Потом меня отправили Метро Академическое Я там работал Пять в субботу Воскресенье Потому что с понедельника В пятницу Мы ходили там По кафедрам Что-то смотрели Понятно Никто никому Ничему не учил Но что-то посмотреть Что-то увидеть Можно было Вот И вот так прошли Эти пять месяцев После этого Я вернулся Воронеж Эти пять месяцев Я подрабатывал кальянщиком Как раз Я заработал себе На узбекскую машину Деонекс И на ней уехал Воронеж Покорять Воронеж Это было 27 лет Я как раз получил Этот сертификат По пластической хирургии И я начал развиваться Как пластический рук Воронежа А что стало Счастливым билетом Благодаря которому Ты очутился в Москве Ну да нету билетов Нету билетов счастливых Ну какой-то момент Я не знаю Нету таблеток Одну вещь поймите Нужно просто хотеть Работать 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 Благодаря Не знаю Большому вкладу У нас есть В России есть такая женщина Мантурова Наталья Евгеньевна Это главный Внештатный специалист Всей Российской Федерации Пластической хирургии Сколько она Лоббирует законов В области Пластической хирургии Это вот Это огромный вклад Как в безопасность Пациента и врача Так и в образование Она постоянно организовывает Какие-то Обучающие семинары Курсы Вот ее ежегодный конгресс Он бесплатный Вот на такие конгрессы Мы могли ездить Потому что денег Обучиться не было Был какой-то наверняка Момент Когда ты Сказал себе сам Все В Воронеже Моя карьера закончена Я хочу работать Но я что делал Я с утра до ночи Сидел на работе Правда Я кто-то пришел Какие-то проходящие Я начал развивать Соцсети Я понял то Что соцсети Это крутая история Которая может Довести меня До определенного Ну там Момента Этапа И так далее Я развивал соцсети И в одной из таких консультаций На такую консультацию Которая была найдена Ну которая была Благодаря соцсетям Пришла моя будущая жена Ну настоящая жена Да Она написала На консультацию записалась Мы так с ней познакомились Вот С супругой И она сейчас здесь за кадром И она сейчас здесь за кадром Да Со мной пришла сюда Вот И за год я стал лучшим Пластическим хирургом В Воронеже Потому что у меня довольно-таки Быстро все получалось Именно касаемо результатов У меня действительно Хорошие работы Они мне самому нравились Вот Я в принципе посмотрел То что Пластическая хирургия Ну вот именно касаемо Увеличения груди Технически Это не сложнее Чем аппендектомия По сути Вот Единственная разница То что у тебя должен быть Эстетический взгляд Ты должен видеть красиво Чтобы его воспроизвести Это не какой-то набор алгоритмов Какое-то допустим Действие Чтобы сделать операцию Вот За год я стал Пластическим хирургом Лучшим пластическим хирургом И Благодаря вот Инстаграму Мне Поступил запрос Типа Из Москвы Приезжайте на собеседование Хотя я последний Ну опять же Это энергетик Хотя я последние Там 3-4 месяца Просто неимоверно Хотел попасть в Москву Я даже многим хирургам писал Говорю Ребят Можно я приеду У меня есть пациента Деньги все себе заберете Мне просто нужно Начать оперировать в Москве Типа нет Тоже нет И тут меня приглашают в Москву Довольно-таки такая Известная клиника Которая много лет Нам 7 лет по-моему Или 8 лет на рынке Там был свой хирург Своя звезда Своя знаменитость А какая клиника? Время красоты Время красоты Вот Правляла этой клиникой Яна Лапутина Это дочка известного Пластического хирурга Лапутин Не знаю Слышали его нет Которого еще Громкая история была Убили Тоже в центре Москвы Я попал туда Понятно что первое время Не было много операций И я что делал Я с понедельника по пятницу Работал в Москве Пятницу вечером Я либо садился за руль Либо на самолет Вечером Ты ночью В Воронеже Утром встаешь Субботу Восенний оперировал То же самое Восенний вечером И в Москву Вот это ритм Ну я понимал Что по-другому Я как бы Мне нужна была История бюджета наполняющая Это был Воронеж Как бы На что-то мне нужно было жить И каждую неделю Я так ездил И долго этот период продолжался До того Когда ты уже попал В клинику Знаете Наверное долго Долго-долго Потом у нас пошли Разногласия в этой клинике Во времени красоты Как бы Опять же Почеркну Там у них своя звезда Я хотел Немножко У меня было Больше амбиции Мы не сошлись Потом в видении Именно позиционирования Хирурга Я понимал То что Соцсети То что Позиционирование В соцсетях Это очень важно И нужно эту историю развивать Это допустим Там у нас первое Пошло несогласие Это прямые эфиры Во время операции Я их проводил Это было очень интересно Почему Это было интересно пациенту А он видит То что Все четко Все грамотно Без суеты Без крови Без мы его теряем Второе То что Пациент понимает То что Хирург Спокойно Разобщается На камеру И спокойно Делает свою работу И у него Не трясутся Ты проводил прямые эфиры И в этот момент Еще общаешься с кем-то Да Меня держала стенка Читала вопрос Я оперировал И отвечал Ну Вы такие глаза открываете Вот Вы жарите яичницу Ну а как же Это же яичница Это же не живой человек Вы умеете жарить яичницу Ну конечно Хорошо Время когда жарите яичницу Вы можете по телефону разговаривать Ну я могу Но у меня же на сковородке Не живой человек Там жарится Нет Если вы извините меня Хреновая домохозяйка То вы и без телефона Спарите Спалите эту яичницу Понимаете Если вы круто готовите Вы можете и по телефону общаться И переворачивать И там еще ребенку Вы посмотрите наших молодых мам И еще ребенку Что-то там не знаю Присмотреть То же самое в хирургии Ну если ты я считаю профессионал То все равно у тебя весь фокус на операции И эту операцию я выполнил 1500 раз Прежде чем выйти в прямой эфир Я как самураи отработал каждое движение Вот если вы когда-нибудь попадете ко мне в операционную Мы практически не разговариваем У нас есть фраза Или там Или давай Все они уже все знают У нас отточено полностью Вот эти 5 человек Они знают Что будет сейчас Как будет сейчас Я очень редко могу там что-то сказать Или повысить голос Когда они начинают немножко там Что-то тупить Или все остальное У меня в операционной это армия У нас есть четкие Грамотные А кого тогда эти эфиры возмутили? Владельца клиники? Да Да Владельца клиники Она считала Что это неправильно Что это так нельзя Это там то Ну у нее Она имела право И имеет право на свое мнение У меня Мы в этом как бы И начались у нас разногласия Я так понимаю Что сейчас Ты работаешь в клинике Джимты Да Так получилось То что мне Поступило предложение Даже предложение Один из косметологов Этой клиники Уходила вот как раз В Джимты И она Я оперирую Она заходит В саде Тимур Там говорит Хирурга Как бы уволили Выгнали Они ищут хирурга Сходи пообщайся Мне кажется Что сейчас Ты уже давно Вышел за рамки Какого-то нанятого Да Пластического хирурга Относящегося К какой-то клинике Да Но до сих пор У тебя нет своей Почему кстати? Слушайте Ну многие да Удивляются Многие спрашивают Вы же понимаете Если ты открываешь клинику Ты уже из разряда Крутого врача Превращаешься Должен быть уже Крутым бизнесменом Я пока наверное Не готов Быть бизнесменом Я У меня долго Это бывает Периодически Там Раз в месяц Раз в два Начинать задумываться Все таки Чего же я хочу Пока я хочу Быть свободным художником В перспективе Я перерасту И эту клинику И мне нужна будет Своя клиника И мы на эту тему Общаемся Они говорят Тимур только Заранее предупреди Чтобы как-то подготовились К этому А сколько Ты еще себе Времени даешь На то Чтобы быть Специалистом Определенной клиники Слушайте А не создать уже Свою империю Тимура Хайдарова Наверное Для этого Я должен оперировать Начать меньше Потому что Я просто физически Не буду успевать И строить бизнес И допустим Пока я работаю На свое имя Опять же Я работаю на свое имя И по сей день И я Даже уже Это приносит плоды Но я все равно Продолжаю Следить с репутацией Работать над качеством Своих работ Работать там Допустим Над своими Теми 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 Всеми историями Вот Я в любом случае Я могу и завтра Допустим У меня очень много Предложений Там инвесторов Предлагают там И 50 на 50 И 60 на 40 Вот у нас есть деньги У нас есть там Ресурс У нас есть здание Пойдем 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 Я пока не хочу Вот Я пока не готов Плюс Я рассматриваю историю Начать оперировать В Дубаях Тоже очень интересно Потому что есть приглашения Поступают Вот И Я больше такой человек Знаете Я люблю путь Нежели Конечную точку Вот И сам этот путь Сейчас допустим Я узнал то Что ни один еще Российский Русский хирург То есть С российским образованием Не получил лицензию Именно в Дубаях Вот Там где-то в Катаре Еще тебя получают А именно в Дубаях Нет Это для меня Определенно тоже вызов Я постараюсь Сейчас Выучить Программу Сдать И попробовать Оперировать там И это в любом случае Это некий выход На мировой уровень Вот у меня Возникает только один вопрос Как при таком ритме В котором ты живешь У тебя остается время На какую-то свою жизнь Я знаю, что ты жена Ты жена твоя С тобой вот посещает Какие-то съемки Но когда у вас Время на себя Вот Я не могу сказать То, что я там Себя обижаю Или еще что-то Да, где-то там Тяжело Где-то там Спинка начинает болеть Где-то там Еще что-то Но Во-первых, я занимаюсь Любимым делом Вот Во-вторых Мое хобби Это моя работа Вот правда Мне спрашивают Где должно быть хобби Там марки собирать Не знаю Там гусей стрелять На рыбалку ездить Я говорю Но я не люблю все это Мое хобби Это вот я сам Моя работа Сам проект Доктор Хайдарова Вот С супругой У нас очень крутые отношения У нас Во-первых Партнерские отношения Это очень важно Мы с ней первые Хорошие партнеры Честные партнеры Хорошие друзья Мы с ней Ты имеешь ввиду Бизнес партнеры По жизни партнеры Чем она занимается Она занимается Она как бы Предприниматель Она Она Сейчас Немножко пошла Даже в политику Хотя Как бы Ну не знаю Я всегда стараюсь Быть немножко Подальше от политики Потому что Это немножко Другие игры Другие мысли Но она хочет Что-то сделать И для России Полезного Там Какие-то у них Там Не знаю Я так называю Кружки какие-то Образно говоря Кластеры Мластеры По развитию Креативного Чего-то Она приходит С такой головой И рассказывает Мне это Я вот сегодня Была там Я была там Там И нам нужно Вот это развивать Нам нужно Это Ну она тоже Человек идейный Как бы И Я понимаю То что Мы развиваемся В параллели Ну Мы вместе идем Потому что Я уже это говорил Невозможно В отношениях Чтобы один человек Рос А второй оставался На том уровне Которому мы познакомились Это будет дикий разрыв Жена пользуется Твоими услугами Слушайте Да Это не секрет А что ты сделал Во-первых Мы познакомились с ней Она была как Пациентка Вот Она Пришла на консультацию Ну и дальше Там у нее уже Была сделана грудь У другого хирурга Соответственно Как бы не очень Не совсем качественно Мы переделывали Потом еще раз Переделывали Вот Раньше было часто Там Лежит Типа Слушай Давай вот это мне сделаем Я говорю Нет Говорю Давай это сделаем Я говорю Нет Говорю Очередь Говорю Дорого стоит Он Вставай в очередь Говорю Никаких Никакого блата Говорю Не-не-не Говорю Не надо Тут Говорю Вот Нет В этом плане Она не фанатка Она не фанатеет Не бегает Что мне тут надо Мне тут Она хорошо выглядит Она следит за собой За питанием Там За тем За другим За Самое главное Знаете Следить нужно За своим внутренним Именно миром И за мышлением Если у вас Засорено Ваши мысли Не важно Что вы едите Не важно Сколько раз Вы спортом Занимаетесь Поэтому у нас Не очень в этом плане Комфортные отношения Я насколько понимаю У вас нет детей пока Общих пока нет У нас есть дочка Но это дочь Светланы Но Вполне как Моя дочь Она живет с нами Постоянно путешествует С нами Ездит Не считая Наши рабочие командировки Будут дети Даст бог Все будет Я очень желаю Чтобы было на это На все время Потому что Из разговора с тобой Я просто поняла Что ты Немыслимо занятый человек Я поражаюсь Слушая тебя Как ты все успеваешь Слушайте Ну а как по-другому Опять же Чтобы у меня было Больше свободного времени Я должен меньше оперировать Когда у тебя очередь На 24-й год И помимо людей Люди Которые действительно Хотят к тебе на операцию Там просятся Есть еще куча людей Которые звонят тебе Понимаете Ну вы понимаете О чем я там Оттуда Отсюда Отсюда Слушай Нужно помочь Нужно взять Свой человек Другой Третий Как бы И ты тут отказать Как бы Ну не хочется Никого обидеть И пациентов Как бы Люди Они как бы Ну Поэтому я Может быть Какой-то сейчас Заложник С этой ситуации Как бы Понятно Что я чувствую себя Свободно Я знаю Что я могу Там завтра Сказать Что мы Отменяем операцию Но опять же Пациент Год ждал Год ждал Или два года Ждал Не важно Копил он деньги Не копил Но я в один момент Я просто по-свински Не могу поступить Вот эти Не знаю Принципы Которые меня Привили Воспитали Они мне не позволят Это сделать Вот Ну Понятно Что я должен Следить за своим здоровьем Потому что я понимаю То что у меня Начинает Там уже подтягивать Тут подтягивать Потому что вот там Воскресенье было Мы делали операции Там три операции Там в пятницу У нас была Семичасовая операция Поэтому Беречь себя нужно А силы беру Откуда Ну Опять же Энергию Энергия Я кайфую То что я делаю Меня супруга заряжает Я сам заряжаюсь Негатив Который в меня кидает Я его конвертирую Себе в энергию И дальше иду Как говорится На зло врагам На радость маме Я поняла Что я забыла Самый главный вопрос А сам с собой Ты что-то делал? Слушайте На самом деле Да Делал свою операцию Пластическую Я себе убирал Комочки беша Вот Это щеки Щеки, да Потому что я азиат Узбек Вот И у меня довольно-таки Такое овальное Ну луновидное лицо Поэтому На каком-то этапе Я понимал то Что я хочу выглядеть Ну Жизнь одна Многие говорят Не удаляйте комки беша В старости все повиснет Я говорю Ребята В старости и так все повиснет Хоть будут они А сегодня Допустим В свои 33 В 35 В 40 Я хочу выглядеть Вот с такой Допустим Талией лица С таким там Подбородком Образно говоря Ну Недалеко до Брэдпита Допустим Ну как бы Это единственное было вмешательство Это пока единственное было вмешательство Но я знаю Что если нужно будет что-то еще Я спокойно это сделаю Потому что я знаю В этом нет ничего плохого И вредоносного Для организма и здоровья Ну и в финале хочу спросить Когда можно записаться мне Самой Смотря через кого Вы будете просить Кубики да Вы мне не нужны Но по крайней мере Все эти жировые ловушки За которые меня Мы собираем Давайте Давайте мы сделаем так Алена Если мы допустим Там соберем В комментариях Тысяча Комментариев Да Там делаем Алене операцию А там будет 10 тысяч То мы тогда делаем Вам Вот я найду выходной день Мы выходной с вами сделаем Все напишите по комментариям Напишите комментарий То мы сделаем Вот Потому что Опять вернемся к супруге Я даже ей не разрешаю Там за кого-то просить Я говорю Не надо Не лезть Потому что у нас С датами С очередями И люди обижаются И думают Я если честно Всех бы прооперировал Вот всех Сколько бы мне хватило сил Вот Поэтому вас тоже ждем Спасибо большое И спасибо большое За разговор Мои дорогие Не забываем Подписываться На канал Супер Ну и не пропускаем Ни одного выпуска Алена Блин